Экология Доброе утро. Мне сразу хочется спросить, у вас на страничке в фейсбуке недавно была опубликована какая-то карта с какими-то цифрами, и было написано что-то наподобие «вот не верится», а я так и не поняла, там было хорошо или плохо, потому что я не поняла, что значит эти цифры. В общем, это был воздух в Бишкеке, насколько я поняла. Да, у нас сейчас действует несколько таких веб-ресурсов. Мы установили датчики в городе, они мониторят одно вещество, мелкодисперсные твердые частицы, и вот эти данные аккумулируются там постоянно, генерируются. То есть что мы по сути делаем? Мы постоянно замеряем, общественный гражданский мониторинг у нас проходит, одно вещество, которое в том числе влияет на формирование смога данным городом, про который сегодня тоже все говорят. И вот благодаря этим открытым данным как раз-таки и произошло то, что произошло. То есть этот хайп вокруг качества экологической ситуации в Бишкеке. Там стали изучать источники загрязнения, принимать различные программы, и вот мы как раз-таки говорим о том, что открытые данные рулят, открытые данные — это сила, и на их основе нужно и можно принимать эффективные решения по управлению городом. Так как у нас сейчас дела обстоят с ситуацией? Даже сейчас, вот мы пока ждали, мы посмотрели, смог с шестого этажа виден прекрасно, наши датчики фиксируют, скажем, простыми словами, уровень красный. Если был, допустим, бордовый, фиолетовый, когда было похолоднее, зимой, февраль, январь, и вот в ноябре прошлого года мы впервые столкнулись с тем, что был такой смог сильный, то вот сейчас мы говорим о том, что кажется, что солнечно, кажется, что чисто, но на самом деле не так. У вас с собой как раз-таки тот самый датчик, насколько я понимаю, да? Да, он примерно такой, вот этот мы используем для демонстрации, сейчас мы замеряем в течение пяти минут в этой студии воздух, и он говорит «good, зелено». Хорошо, приходите к нам подышать. Да, подышать здесь можно, вот это для демонстрации, те датчики, которые мы используем, они уже сделаны для того, чтобы эти данные можно было использовать, например, виджет качества воздуха создать для СМИ, чтобы мы могли как погоду отслеживать. И как раз-таки вот мы провели на прошлой неделе молодежную конференцию, которая называется «Open Data», то есть открытые данные и окружающая среда, то есть как с помощью открытых данных можно улучшать экологическую ситуацию городов и населенных пунктов Кыргызстана. И у нас там было пять университетов, да, и вот Больша, наверное, об этом расскажет. Да, на конференции приняли участие 50 студентов из пяти ведущих вузов Бишкека, таких как КНАУ имени Скрябина, БГУ, КГУСТА, КГТУ. Поэтому очень приятно было видеть наших неравнодушных студентов. На самом деле они провели анализ по тематикам, которые мы им дали в области экологии, конечно же, выработали какие-то рекомендации, очень интересно все было, всем очень понравилось. На основе данных. Да, на основе данных мы объясняли, почему данные важны и почему с помощью данных можно принимать какие-то решения, потому что чем больше данных, тем больше мы знаем, тем больше эффективнее мы можем решить какую-то проблему. Да, наши трое экспертов в области экологии рассказали как раз таки, как они с помощью данных проводили какие-то анализы, экспертизу и рассказали как раз таки о важности проведения анализа качества воздуха. Ну вот я, насколько ознакомилась с программой, ведь не только про воздух говорилось, да, то есть такие интересные темы, почему нужно считать деревья, да, вот мне тоже заинтересовала сама формулировка. Какие еще сферы экологии, так скажем, вопросы экологии и темы обсуждались и еще стоят на повестке дня? Как раз таки студенты провели такой анализ, что загрязняет, вот какой мусор у нас больше всего находится, ну выбрасывается, да, этими оказались пищевые отходы. И они как раз таки говорили об ответственном потреблении, сортировке мусора, допустим, о мусороперерабатывающем заводе, постройке. И вот здесь вот можно добавлю, просто очень важно говорить о том, что у нас существует мнение, что, допустим, пластика очень много, да, и действительно, но когда проводят по килограммам этот анализ, выходит, что пищевых отходов больше, но здесь не стоит забывать о том, что объемы пластиковых пакетов и вообще пластикового мусора, ну вот по сравнению с их весом, они намного больше, и поэтому нам, ну видно, что этого мусора очень много. И вот как раз таки благодаря исследованиям, анализу, эти ребята вот пришли к таким выводам, и очень было интересно посмотреть, как они работают, и вот Гульшар еще расскажет о том, какие темы. Как раз таки студент из КГУ-100, Шабданса Дегалиев, студент третьего курса, по-моему, он рассказал про водочистные сооружения, о сточных водах, то, что они очень грязные, и почему, да, он провел анализ, рассказал то, что у нас просто, допустим, штраф очень минимизирован, там, по-моему, за тонну, да, для бизнеса, там за тонну, да, всего лишь 10 сомов, да. А в Европе эта цена намного выше, наверное, в 10 раз, поэтому как раз таки у них проводится анализ, и государство следит за тем, чтобы сочные воды были более-менее очищены. Ну мы часто слышим о том, что нужно сделать, скажем, государству, чтобы воздух стал чище, или вообще решить какие-то проблемы с экологией. А что может сделать каждый отдельный житель нашей страны, чтобы несколько улучшить ситуацию? И должны ли они что-то делать? Может ли обычный человек что-то изменить? Конечно. Вот мы как раз таки для этого и собрались, потому что мы больше говорим о том, что может сделать каждый на наших страничках в социальных сетях. Например, это минимизировать свое потребление. Вот мы сегодня говорим от пакетов, вот вы, Ксения, правильно заметили, вам хочется отобрать эти пакеты. Но если даже вы взяли, допустим, этот пакет, если вы сумку пытаетесь только с собой носить, забыли, возьмите этот пакет, но используйте его еще много раз. То есть насколько позволяет это. И вот так вот постепенно эти привычки будут прививаться. Сегодня уже на рынке много и мешочков для фруктов, для овощей, то есть можно уже все это брать, использовать. Потом, что касается качества воздуха, например, один человек. У нас общественный транспорт не очень сегодня развит в Бишкеке. Если мы говорим о городе, то, скорее всего, практически у всех есть, ну не у всех, там определенное количество, а личные автомобили. И вы просто не дымите, вы часто, ну вот проходите техосмотр. Просто все этим дышат, и вы этим дышите в пробках. Используйте более экологичные виды топлива. То есть они более дорогие, но тогда вы можете быть уверены в том, что вы же и не загрязняете воздух, и машина там в лучшем состоянии. То есть мы пытаемся связать вот эти экологические вещи с экономическими выгодами. Например, если человек, которого строит дом, сделает его энергоэффективным в самом начале, он будет экономить на том же самом угле. Если он не может отказаться от угля, он, допустим, вместо двух тонн за сезон будет тратить одну тонну, только утеплив свой дом. И поэтому вот здесь я бы хотела сказать, что это экономически выгодно, финансово. Поэтому вот эти первые вопросы мы решаем, ну таким образом мы влияем позитивно на улучшение экологической ситуации. Мы рекомендуем вообще всем подписаться на страничку Move Green и отслеживать там какие-то новые интересные конференции, темы, встречи, участвовать в них. Но если вы выбираете позицию стороннего наблюдателя, то в принципе тоже почему нет. Кстати говоря, совсем скоро будет час земли, если я не ошибаюсь. И это тоже акция, связанная с экологией. Вы можете начать вот именно в этот день немножко приобщиться к этому и пожить этот час без электроэнергии. Почему нет? Не берите пакет. Да, ну и я напомню, это крик души всегда. Я напомню, что этим утром мы говорили с Марией Колесниковой, экоактивистом-реководителем молодежной экоорганизации Move Green и Гульшар Манапова была в нашей студии, комьюнити-менеджер Move Green. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.